Дорогие отцы, священнослужители, братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с преблагословенной субботой. Мы вспоминаем о спасительном подвиге Господа и Бога, нашего Иисуса Христа, который ради нас, человеков, и ради нашего спасения пострадал, принял на себя мучения и как жертву принес себя Сын Божий Небесному Отцу. И вчера мы вспоминали об этих жестоких страданиях, которые претерпел Господь наш Иисус Христос, но именно через крестную жертву открывается нам любовь Божия к миру. И завершилось вчерашнее богослужение тем, что мы прочитали евангельский отрывок, как Господа сняли со креста и положили во гробе, который был приготовлен для других вещей, но использовался именно для погребения спасителя. И сегодня Церковь предлагает нам больше размышлять, больше пребывать в молчании, нежели рассуждать и говорить, потому что Христос во гробе. Мы вспоминаем именно это событие в Великую Субботу, когда при чистой своей душой Господь наш Иисус Христос спустился в адские такие места, которые не были приготовлены для человека, ибо неоднократно Спаситель мира говорил, что ад приготовлен для дьявола и его ангелам, которые не спали с неба, и ад не приготовлен был для человека, но по своим преступлениям, по мере, а точнее сказать, безмерным своим преступлениям, человек попал туда же. И вот Господь нисходит во ад, чтобы разрушить это царство дьявольское, сатаны, который не только души усопших людей всех пожирал, но и тех, которые на земле мучил, вселялся в них, и духи злобы действовали в человека, уничтожая жизнь, потому что все, что связано с дьяволом, связано с грехом и смертью. Поэтому Господь прекращает это страшное состояние человеческой и сатанинской жизни, разрушает все это зло и выводит оттуда, из ада, всех верующих в него. И мы понимаем, как важен этот день. На земле тишина. У евреев была и суббота, и так называемый праздник Пасхи, который был установлен в память о выходе евреев из Египта, переселении в обетованную землю и освобождении от рабства фараону и всего, что связано было с языческим миром. Но, к сожалению, эта Пасха для тех, кто распял Христа, не стала праздником. И Моисей не рад был услышать и увидеть, что его потомки страшным образом расправились с Сыном Божьим. Но они думали, как и дьявол, что погубят человека, и никто не будет мешать их власти, гордыне, тщеславию и превозношению. Но вместо этого мы уже знаем, что Господь посмеялся над этими тщетными усилиями дьявольскими и человеческими, и своей божественной силой преодолел смерть. Поэтому сегодня, вспоминая эти события, и любовь божественную, которая освобождает нас от греха, а значит, от зависимости, которая делает нас свободными во Христе, вспоминая эту божественную любовь, открывшуюся нам через Божьи дела на земле, исцеление больных, воскрешение мертвых, понимая, что Христос есть сама жизнь, мы сегодня благодарим Господа за Его великие благодеяния, которые Он излил над человеческим родом, за Его удивительное милосердие, бесконечное. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы наши души благодарили Господа, и уже готовясь к этому светлому празднику Воскресения Христова, будем правильно мыслить о той евангельской истории, будем понимать правильно смысл пришествия Господа на землю ради нашего спасения, ради нас, чтобы мы жили, и Он открыл нам эту возможность войти в Царство Небесное. Теперь смерть не является пределом человеческой жизни. Смерть всего лишь переход из этого мирского состояния в состояние духовное, где Господь и ангелы, и все святые, где апостолы и Матерь Божья. Туда зовет нас Господь, к своему Царству, которое дал Ему Отец Небесный, потому что Он заслужил это за великий подвиг любви, который доказал здесь, на земле. И нет другой такой планеты в космосе и в мироздании, где бы еще так Господь свою любовь излил на существа, которые Он создал. Мы не знаем пока таких, поэтому благодарим Его, что, пребывая здесь, в уникальном состоянии, в этом мироздании, мы имеем счастье и время жизни наслаждаться свободой выбора между добром и злом, и хотим встать на сторону света, ибо Христос и есть Сам Свет Божественный. И нас называет светом мира, если мы являемся Его детьми и творим дела, которые Он творил на земле. Вот наша большая Ему благодарность и ответная любовь, если мы будем пребывать в исполнении Его заповедей, которые Он оставил, будучи на земле, чтобы мы имели их как руководство ко спасению и никогда не обольщались ни на искушение, ни на какие другие соблазны, которые сеет враг рода человеческого на земле. И от себя не будем производить греха от своей свободы, но только доброе. Как и сегодня мы собрались в храм, принося Богу самое радостное, что есть у нас, наше сердце и то, что творят наши руки, а это добро и хлеб, который вы сегодня принесли, эти пасхи, они, конечно, символизируют благодать и мир, и радость о воскресении, о Святом Духе. Именно так, если мы несем эти пасхальные символы в свой дом, значит, мы и должны быть тоже наполнены светом божественным. Именно поэтому мы ставим свечу наверх пасхального кулича, чтобы помнить о свете воскресения Христова и о том, что мы тоже свет мира. Я благодарю всех вас за сегодняшнюю службу и нашу единую соборную молитву, которую мы высылаем Богу, благодаря Его за все милости. И вместе с этим призываю на вас благословение Божие, чтобы мир Божий, о котором мы молились сегодня, был не только на Святой Земле, но и в нашем Отечестве, и во всех странах мира, чтобы вновь вернулось понимание, что человек есть образ Божий, и смерть не должна действовать в людях, но только жизнь, жизнь божественная и с преизбытком. С Великой Субботой поздравляю всех вас!